Валерий Кузьмин Поскольку я первый раз в этой аудитории, в центре Архе, выступаю, я тебе пару слов о себе скажу. Я действительно старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН. Это институт, который располагается в Нижнем Новгороде, городе, где я живу. Это 400 километров от Москвы, очень недалеко сейчас ходят красные поезда. Вот буквально, насколько в час сорок я выехал из Нижнего Новгорода, вот я уже здесь, жду вас уже больше часа. Меньше четырех часов занимает дорога на самом деле. Это большой красивый город, и я, пользуясь моментом, хочу пригласить вас его обязательно посетить. Действительно, один из самых красивых городов в России. Он располагается на слиянии рек Ака и Волга. И вот я видел статистику, тут хвалились в наших локальных региональных газетах, что в январские праздники это было самое популярное место в России среди туристов. Ну, после Москвы, естественно, имеется в виду, что среди регионов. Переходя к нашей лекции, я начну, пожалуй, все-таки с коротких дисклеймеров, чтобы не было каких-то недопониманий. Во-первых, я не буду рассказывать об астрофизике, поскольку здесь была отдельная лекция, посвященная итогам года в астрофизике, хотя деление на физику и астрофизику, оно, в общем, несколько условное. Но поскольку о ней уже рассказывали, я не включил в свой рассказ ни одного примера астрофизического, в частности, знаменитая регистрация гравитационных волн от слияния нейтронных звезд. Гравитационных. Хорошо. Пожалуйста. Второй момент заключается в том, что, ну, вы же понимаете, да, физика очень большая, и, в принципе, сейчас, наверное, нет человека, который способен сделать обзор всей физики и за год там, и отобрать какие-то наиболее яркие результаты, вот ничего не упустив. Поэтому, конечно, лекция и отбор тех результатов, про которые я расскажу, он носит субъективный характер и отражает, в первую очередь, ну, характер моих, так сказать, интересов. Причем даже не профессиональных интересов, да, профессионально я занимаюсь, вообще говоря, лазерами, взаимодействием с сверхмощным лазером излучением с веществом, про это не будет ни единого слова в моей лекции. А интересы, ну, такие вот общечеловеческие, да, некое мое природное любопытство. Кстати, я веду, забыл сказать, телеграм-канал, вот по этому адресу, который располагается, можно у него подписаться. И вот большинство, в смысле все результаты, о которых я буду говорить, они так или иначе на этом канале, я о них рассказывал в течение года. И третий момент, опять же, связанный с тем, что, ну, физика большая и все более и более, так сказать, специализируется по разным направлениям. Те результаты, о которых я буду рассказывать, я не являюсь ни в одном из них экспертом, и поэтому, ну, детально рассказать про их суть, так сказать, мне тяжело. Поэтому рассказ будет носить, ну, такой обзорный характер, вот, за что я, так сказать, вынужден извиниться, да, то есть, может быть, на какие-то ваши специальные вопросы я не смогу ответить. И поскольку физика, как я уже сказал, специализированная и достаточно сложная вещь, я решил, что, ну, вот в отведенное время нет смысла как бы рассказывать много всего интересного, естественно, происходило в течение года. Не смысл рассказывать обо всем, а лучше сконцентрироваться на неких, может быть, особо интересных темах или темах, которые меня особенно зацепили. И я, так сказать, более-менее подробно расскажу, на самом деле, всего про три результата. Вот, ну, и более-менее, и чуть покороче, значительно, в смысле короче, еще про несколько в самом конце. Ну, вот самый яркий результат, который меня зацепил больше всего в этом году, это создание 50-кубитных квантовых компьютеров. Я, честно признаться, не очень представляю себе, ну, насколько в этой аудитории следит за новостями, там, физики, но думаю, что интересуетесь так или иначе, и поэтому, скорее всего, про квантовые компьютеры вы слышали. Поэтому подробно я не буду рассказывать про то, как они работают там, или, так сказать, какие-то принципы их действия. Что в этом результате интересного, как мне кажется? Ну, во-первых, он был получен, он, на мой взгляд, знаменует некую веху в развитии этого направления, в развитии создания квантовых компьютеров. И замечательным является, в частности, то, что он был получен сразу тремя независимыми группами. Вот здесь представлены эти группы. В июле на конференции в Москве Михаил Лукин, представлявший, ну, он является профессором, вообще говоря, российского квантового центра, но работа была выполнена в Гарвардском университете, где он тоже является профессором, профессором рассказал о том, что им удалось построить квантовый компьютер в 51 кубит. Чтобы просто понимать, да, особенность этих компьютеров, про которые мы сейчас говорим, их, ну, теоретическая, правда, универсальность. То есть, в принципе, если вы интересовались темой квантовых компьютеров или где-то, может быть, что-то слышали, то, может быть, вы слышали, что там есть компьютеры, у которых сотни кубит, да, то есть вот этих мельчайших элементов, элементарных. Квантовых битов, на которых, собственно, происходит квантовое числение. Даже, может быть, там из тысяч кубит есть квантовые компьютеры. Но это речь идет о квантовых компьютерах узкоспециализированных. А вот, то есть, они решают некий узкий набор задач, ну, в частности, очень знаменитые D-Wave компьютеры, если, может, кто-то слышал. Вот, они решают очень узкие специализированные задачи. Ну, и, в общем, там даже есть вопрос, насколько, в общем, там квантовые эти вычисления. Но, как бы то ни было, интерес, конечно, представляет построить универсальный квантовый компьютер. То есть квантовый компьютер, который может реализовывать некие произвольные команды, произвольные программы на них можно писать, чтобы он их считал. Так вот, до этого года, до 2017 года, самый большой универсальный квантовый компьютер содержал всего лишь 17 кубит. И вот, значит, группа Лукиная, она получила сразу в три раза больше кубит. В ноябре IBM объявил о том, что у них создан прототип 50-кубитного компьютера. В отличие от группы Михаила Лукина, IBM создала их на основе сверхпроводящих контуров. То есть каждый кубит — это такой маленький, относительно небольшой кусочек сверхпроводника, в котором бегает ток сверхпроводящий, обладающий квантовыми свойствами. У Лукина это атомы в ловушке. То есть берется некая вакуумная штука, вакуумная камера, из нее откачивается воздух, помещается малое количество атомов, там оптическая ловушка создается с помощью лазеров. И, в общем, есть технологии, не вдаваясь в детали того, как это устроено, как посадить там эти атомы, и они будут там сидеть в этой ловушке. Ну там на самом деле много таких ловушек, в каждой ловушке по одному атому. И тоже в ноябре, но чуть попозже, то есть IBM это где-то там середина ноября въявило, чуть попозже, в конце ноября вышла статья в Nature, сразу две статьи. Одна статья — это Лукина, в июле он на конференции докладывал эту работу, в ноябре у него статья. И в том же номере, в тот же параллельно, так сказать, была вторая статья от группы, вот есть такой профессор Кристофер Монро, он из Мэрилендского университета, у него 53 кубит аж. И у него тоже ловушка, но вместо атомов он использовал там ионы, но это, в общем, очень похоже друг на дружку, очень близкие результаты на самом деле. Собственно, журналы, поэтому часто близкие результаты иногда придерживают один результат, если им, скажем, две статьи одинаковые, ну или, в смысле, похожие попадают, они специально их придерживают и потом одновременно публикуют, чтобы не дать ни одному из авторов искусственного приоритета. Это часто встречается, это вот как раз, видимо, такая же ситуация. Они, естественно, сделали эти работы условно независимыми, естественно, они знали друг про друга и, скорее всего, более-менее представляли, на что способны. Вот. Почему я считаю, что это некая веха? Сингулярность нет, сингулярность нет. Некая веха. Но дело в том, что несколько лет тому назад, лет пять, по-моему, назад, появился такой красивый термин «квантовое превосходство». Смысл его заключается в том, что при достижении некоторого критического количества кубит мы должны получить квантовые компьютеры, которые будут способны решать задачи, которые недоступны для компьютеров классических. И вот в той статье, так сказать, ну или даже, может, не в той, а в серии последующих, в статье от других групп, такой цифрой как бы магической, несколько, была как раз цифра 50, что вот вроде есть задачи, на которых 50-кубитный квантовый компьютер, так сказать, перекроет все остальные, все остальные, все существующие суперкомпьютеры, которые работают на классических технологиях, на традиционных технологиях. Ну, на самом деле это, конечно, вызывает некий скептицизм, да, потому что, знаете, это как-то история, когда там несколько лет назад все мерили с количеством мегапикселей в своих телефонах или там чуть раньше в цифровых видаппаратах. При этом, ну, в общем, профессионалы понимали, что, ну, какая вам там разница, 5 у вас там мегапикселей, 8, 10, там намного важнее иметь хорошую оптику, да, и вообще свет бы надо сначала установить правильно, а потом уж думать о пикселях. Вот, а здесь ситуация как бы тоже похожая, то есть, ну, 50 — это же только цифра, да, только какое-то число, и правда ли, так сказать, мы близки к квантовому превосходству? Вот такой вопрос. И, собственно, почему я выбрал эту тему? Не только потому, что она меня зацепила, но и чтобы, вот, может быть, немножко вам рассказать о том, насколько можем доверять таким вот громким словам, потому что, конечно, все новости об этих достижениях, они выходили к тем или иным образом, обыгрывая вот это вот квантовое превосходство. Но есть некая, так сказать, формальная вещь, которая заключается в том, что чем вообще квантовый компьютер, да, лучше, чем классический? Тем, что в классических у вас есть биты, и если вы туда хотите записать информацию, то каждый бит у вас, вы записываете там или нолик, или единичка, да, если это число, то вы просто в датчной системе, если это картинка, то у вас там RGB схема, опять же, вы что-нибудь переводите ее в цифру, а потом в двоичную, и записываете нолики и единички. И, соответственно, каждый бит у вас несет или нолик, или единичку. Если вам, скажем, надо сложить сначала два числа, потом два других, вот, ну, то вам сначала надо сложить два числа, потом два других. Квантовый компьютер, они устроены хитрее. Квантовый компьютер использует понятие квантовой суперпозиции, которая, в общем, такими простыми словами, может сказать, что каждый квантовый бит, кубит, он находится в состоянии, которое является и ноликом, и единичкой, ну, в некотором смысле. И таким образом как бы несет в себе информацию и о том, и о другом. И, ну, есть такое понятие квантового параллелизма, который как бы позволяет вот сразу со всеми, там много разных оговорок, вот, ну, в общем, грубо говоря, работать сразу и с ноликами, и с единичками, получать как бы сразу ответы для ноликов и для единичек, и для всех возможных комбинаций. Так вот, это приводит к тому, что фактически каждый кубит, если каждый бит вам добавляет просто, ну, еще одно число, еще одну цифру в вашем числе, то каждый кубит добавляет количество кубит, количество как бы информации в степени. То есть если у вас, ну, например, один кубит, у него он нолик и единичка, или единичку, да, то два кубита они уже могут сразу рассчитывать, когда оба нолика, когда один нолик, другой единичка, один единичка, другой нолик, значит, или оба единички. То есть сразу как бы четыре получается. Вы добавили один кубит, а у вас сразу в два раза выросло количество комбинаций. Добавили еще один, у вас опять появилось там 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 8. Три кубита, а уже восемь вариантов, как бы. Вот, поэтому получается как бы степень, степенной рост, и поэтому, собственно, увеличение количества кубитов в три раза, с 17 до 50, да, там одного, он совершенно, ну, если помните эту задачу, там, про шахматную доску, на которую там все эти зернышки выкладывали, каждый следующий в два раза больше, и там глупый султан считал, что, а, там, что там, вот, оказалось, что уже там на 15-е это, и ему не хватило, на 15-е клеточки ему не хватило всех запасов государства, чтобы выплатить мудрецу, там, причитающийся. Вот, ну, в общем, экспоненциальный рост. Так вот, если так рассуждать, то самая простая, самая простая, как бы, система, моделирующая это на классическом, моделирующая квантовое состояние на классическом компьютере, должна содержать, вот, скажем, для 46, два в степени 46 бит, и это уже петабайт. Петабайт — это, ну, 10-15, да, пета 10-15, то есть это один триллиард, или там один квадриллион, как называть, миллион миллиардов, в общем, другими словами. И это больше, чем любой суперкомпьютер, в принципе, может вместить. Ни одного суперкомпьютера, который имел бы большее количество оперативной памяти, да, ну, естественно, оперативной, да, просто такого не существует. Это значит, что не существует классического компьютера, который может имитировать поведение квантовой системы, состоящей из 46 бит. Ему просто кубит. Ему просто потребовалось бы слишком много оперативной памяти. И в этом смысле, конечно, если у вас есть реальные 50 кубит, которые работают как кубит, и все хорошо с ними, то, конечно, да, вы с ними можете уже делать то, что ни один классический компьютер сделать в принципе не может. Но не все так просто. Не все так просто. Количества кубит недостаточно. Во-первых, конечно, вы должны всех уметь переводить в это странное состояние квантовой суперпозиции. А квантовые системы устроены так, что, в общем, это хрупкая вещь. Да? Там чуть-чуть кто-нибудь дернулся рядышком, и все. Квантовая суперпозиция слетела, и он упал или в ноль, или в единицу, и вся ваша магия разрушилась. И вот эта штука называется время декогеренции. То есть это то время, которое в среднем кубит живет как реально квантовый объект. И понятно, что это очень важная штука, потому что вы же должны с ними что-то делать. Вы не можете просто задать, так сказать, и все. Вы хотите делать программу. Значит, вы должны задать, и что-то с ними воздействовать на них как-то, а потом еще снимать результат. Понятно, что чем меньше времени, тем хуже. Это важно. Кроме того, важна характеристика так называемой силы квантовой перепутанности. Потому что если вы хотите, чтобы ваши кубиты работали как единый компьютер, а не просто набор 50 отдельно стоящих маленьких кубитиков, каждый из которых сам по себе, то вы их должны как-то запутать. Это называется квантовая запутанность. Она тоже должна быть квантовой, чтобы именно у вас не то, что был там, ну не просто между ними связь, а именно связь квантовая, когда у вас два кубита сразу четыре варианта могли обработать. А не то, что этот там два, и этот два. И важна ее сила. То есть сила, ну это как бы, как сказать, количество… Ну в общем, у вас она то запутанная, то не запутанная. И хорошо, когда она все время запутанная, и не отваливается эта запутанность, перепутанность. И параллельность. Ну параллельность это более такая хитрая вещь. То есть не всегда, не все системы позволяют со всеми кубитами работать одновременно. То есть некоторые системы, вы должны каждый кубит отдельно трогать. А пока вы трогаете один, остальные просто сидят и ждут, когда вы там все это закончите. Ну в общем, это все важно. И в общем, сама по себе цифра 50, она такая условная, естественно. Но вторая условность, помимо того, что вот это все надо учитывать, и это ограничивает сложность тех задач, которые вы можете решать реально квантово, она заключается в том, что квантовые компьютеры – это не просто более сильный классический компьютер. Вот я там начал пример с того, что вы можете, скажем, на классическом компьютере сложить два числа, потом два других, а на квантовом типа можно сложить сразу оба. Вот не так, это не так работает, да? То есть вы не можете так сделать на самом деле. Вы не можете складывать сразу миллионы чисел друг с дружкой и получать ответы для всех. Отличие, вот мне нравится такая аналогия, которая мне какое-то время назад пришла в голову. Вот есть регулярные войска, это наши классические квантовые компьютеры. Есть спецназ, которые – это наши квантовые компьютеры. Вы понимаете, они решают вроде бы похожие задачи, да, там. И какие-то задачи можно решать и тем, и другим способом. В чем преимущество регулярной армии? Ну, в том, что вы, так сказать, легко можете подготовить их сколько угодно. Хотите миллион солдат, хотите 10 миллионов. Мобилизировали, два месяца проучили и в Чечню. Ну, или в Афган, кому что ближе. Спецназ не так, да? Каждый фактически спецназовец – это, грубо говоря, ручная работа, штучный товар. Но, с другой стороны, конечно, существуют задачи, в которых регулярная армия просто не способна эффективно решить. И вам нужен обязательно спецназ. Вот здесь ситуация очень похожая. Вы с помощью классических компьютеров очень хорошо обрабатываете числа. Вот есть у вас числа, и вы с ними перемалываете их, складываете, умножаете и так далее. И здесь квантовые компьютеры вам не помогут, скорее всего. Но есть класс задач, которые лучше решает квантовый компьютер. И некоторые из этих задач просто недоступны современным компьютерам. Их сложность настолько велика, что, видимо, не будет доступна никогда. Ну, и есть проблема в том, что даже те задачи, которые вроде бы квантовый компьютер должен уметь хорошо решать, еще надо уметь на нем запрограммировать, потому что это вещь нетривиальная. Ну, вот есть несколько алгоритмов, уже разработанных. И вот самые известные из них, я просто перечислил, чтобы вы понимали, о чем вообще идет речь. Алгоритм Deutsche — это самый первый алгоритм, предложенный. И он был предложен для довольно искусственной задачи. Сам по себе практической значимости он, видимо, не имеет. То есть, ну, там задача такая, что у вас есть функция, про которую вам точно известно. Функция — это, да, вы даете ей число, она говорит вам ноль или единица. И вот для половины… вам известно, что она либо всегда дает ноль, либо всегда дает единицу, либо в половине случаев ноль, а в половину единицу. И вот алгоритм Deutsche, классически, чтобы выяснить, какая она, вам надо просто прогнать там все возможные варианты, ну, или, по крайней мере, до первого единички нолика. То есть, если у вас, скажем, все нули выпадают, то как только выпадет первая единица, вы также тут же сможете сказать, что это функция, которая выдает половину нулей и половину единиц, потому что других вариантов нет. Но вообще, говоря, чтобы быть в этом уверен, надо половину вариантов перебрать. Тогда на половину плюс первому, если все нули, то вы можете сказать. Ну, в общем, квантовый компьютер такую задачу может решать сразу, одним измерением, фактически. Вот. Искусственная задача, но, тем не менее, она вдохновила и до сих пор вдохновляет все остальные алгоритмы, потому что та идея, которая там заложена, она, в общем, оказалась довольно универсально продуктивной. И вот очень такой известный алгоритм, это алгоритм так называемого, так называемого, да, алгоритм Шора. Вот. Но Шора-то по имени человек, который впервые предложил. Он позволяет быстро относительно факторизировать числа. Что такое факторизация чисел? Это у вас есть число, и вы находите его, произведение каких других чисел он является. Оно является. Это очень важная в нашей действительности задача, потому что мы все на ней очень жестко сидим. Некоторые в прямом смысле, если вы сидите на своих банковских карточках. Дело в том, что эта задача на классических компьютерах решается только перебором. Вам надо полностью перебрать все числа. Ну, скажем, если у вас число, скажем, от 1 до 100 какой-то, там, 94. Ну, 94 простой пример. 91, не такой очевидный пример. Вот. То вам надо перебрать все числа там от 1 до 10. Да, наверное. То есть до корня вашего числа. Чтобы понять, есть там в этом произведении 91 или нет. Вот. Простого метода нет. Соответственно, если у вас число из двух цифр, то вам надо до корня из 100 добраться, от 1 до 10. Если у вас не 100, а, скажем, 10 тысяч, то вам надо перебрать все числа от одного, всевозможные пары, да, произведения, от 1 до корня из 10 тысяч. Вот. Ну и так далее. И это очень быстро растет. Вот. Очень-очень сложная задача для современных компьютеров, если у вас число, скажем, содержит 100 цифр. А когда вы шифруете сообщение, то там это как раз используется. Там для шифрации выбирается число, которое является произведением двух других. Причем произведение вы как бы быстро можете сделать, а вот обратно найти произведение никаких, как я же сказал, уже сложно. Вот алгоритм Шор решает эту задачу быстро. Он находит быстро, и быстро находит произведение, ну, относительно быстро, каких чисел является данное число. И это позволит быстро взламывать те шифровальные алгоритмы, которые сейчас чаще всего используются, так называемые RSA, в частности. Вот. Это, правда, не приведет к какому-то, видимо, коллапсу, поскольку, ну, во-первых, всегда можно просто увеличить тупо количество, как бы размер числа. Это не так уж дорого делает, не так уж сложно. Вот. А компьютер сразу заткнется. Вот. Ну, или, так сказать, есть другие методы шифрования, не основанные вот на этих произведениях. Вот. Алгоритм Шора. Алгоритм Гровера тоже очень важная штука. Она позволяет искать максимум функций. Это важная задача, например, это задача так называемого комивояжера. Или как это по-русски? Комивояжера, да? Вы жорали. Блин, черт на боб. Посмотри, как он правильно читается. Я его всегда только читал. Первый раз произношу в своей жизни это слово. Вот. Значит, ну, это задача поиска оптимального пути, да? Там, когда у вас есть какой-нибудь рассыльный, который бегает из дома в дом, почту разносит, ему надо найти самый оптимальный путь, чтобы задача, которая, так сказать, не решается, тоже решается в смысле только прямым перебором. Или поиска в базе данных. Большая, если база данных, не структурированный и так далее. Вот. Тоже можно алгоритм Гровер. Фактически они все основаны на том, что вы эти действия поиска там или поиска чисел выполняете параллельно. Вот. Ну, в некотором смысле таком. Довольно, довольно сложно. Вот. Есть очень важный алгоритм там решения системы так называемых линейных алгебраических уравнений, которые тоже много где встречаются. Вот. Но интересно, что вот не про одну из тех систем, про которые я сказал, 50-кубитные, нельзя сказать ничего вот этого. Вот. Хотя они теоретически являются универсальными, но в работах Лукина и Монро, фамилию забыл, Лукина и Монро, они не демонстрировали универсальность. Они просто сделали их в ловушках, для которых универсальность была показана для меньших размеров. Но, в принципе, там вроде это можно сделать, просто надо этим как бы заняться. А IBM еще как бы все хуже. Они вообще презентовали систему, которая 20 кубит, и сказали, что, ну, еще у нас есть прототип на 50. Но мы его пока не покажем. Вот. Кстати, вот здесь картинка сзади. Это как раз они как бы фотографии привели. Вот говорят, вот это термостат, который там держит температуру этих сверхпроводников в их 50-кубитной системе. Еще IBM. Интересная компания, в смысле, в этом плане. Поскольку у них есть сервис IBM Q, который предоставляет удаленный облачный доступ к их квантовым компьютерам. Вот сейчас там, я не знаю, 20 они уже ввели или нет. Там есть 6, по-моему, 15 кубит. Или около 15. Вот. И вот 20 они должны были до конца года. Ну, а ввели. Я не проверял. Ну, и через какое-то время, наверное, 50 появится, если они, так сказать, не врут, что он действительно работает. Вот. Вот у них вроде он универсальный. Но пока никто, кроме них, не проверял. Вот. То, чем занимались в работах Лукина и Монро, это квантовое моделирование. Это еще одно направление, для которых квантовый компьютер реально могут пригодиться. Но это несколько такая штука. То есть о чем идет речь? Ну, у нас квантовый компьютер. Давайте с его помощью моделировать квантовые процессы. Вот. Моделировать квантовые процессы сложно на обычных компьютерах. Ну, достаточно сказать, что численно, скажем, ну, вот самое интересное квантовое моделирование, ну, или одно из самых интересных квантовых моделирования, это моделирование разных томатомов, молекул и так далее. Вот. Точно решать квантовые уравнения умеют там для систем, состоящих там из, скажем, 4-х, может быть, 5-ти, сейчас частиц. Ну, это что такое? Это, скажем, атом водорода, пожалуйста, он у нас сейчас точно решается. Атом гелия можно, атом лития, бора, да? Кто у нас там пятый? Или это бор пятый? Ну, в общем, и все. То же самое, скажем, про молекулы. Там молекулы водорода H2, пожалуйста, у них там два электрона, два ядра. Вот. Молекула там какого-нибудь литий H, тоже гидрид лития, тоже можно. А вот, скажем, если вы хотите, ну, хотя бы что-нибудь такое простое, как кислород или там CO, все. То есть точно не решается. Используются приближенные методы. А это очень важно, конечно, да? То есть надо понимать, там, химия, вся химия, это фактически решение квантовых уравнений для молекул. Просто у них молекулы сложные, и вот. Поэтому они редко напрямую квантовые, то есть напрямую их моделируют. Квантовые компьютеры решили бы эту задачу. Многие химики с опаской, но все более и более уверенно считают, что как только будут доступны квантовые компьютеры, химия, так сказать, будет просто революцией в химии. То, что раньше исследования занимали там годы, когда разные катализаторы пробуют, да, чтобы ускорить процессы, здесь можно будет просто в лед. Задал на компьютере, он тебе сразу сказал ответ, ну, не сразу в смысле, там, за несколько минут работы. Вот. И, в принципе, то, что делали вот Лукин и Монро в своих работах, это как раз квантовое моделирование, то есть моделирование неких квантовых систем. Ну, их были системы простенькие, но тем не менее. Но тем не менее, это были системы, которые на классическом компьютере уже было невозможно смоделировать. Ну, там, например, Монро, у него была там цепочка перемагничивающихся магнитов, вот, то есть 50, каждый из них, это 53, да, а ионы, это каждый был маленький, как маленький магнитик. Вот они смотрели, как там происходит перемагничивание, вот. И точно решить на компьютере уже такую систему невозможно, ну, хотя бы вот потому, что 2.46 надо в петабайт данных хранить. Вот. Какой из этого можно сделать вывод, да? Ну, каждый делает вывод для себя сам, наверное. Я все же считаю, что это важная веха, да, но тут еще есть как бы над чем работать. Тем не менее, тем не менее, если вы сейчас вот думаете, а чем бы вот мне таким заняться, чтобы через 10 лет быть супер-пупер-мега-крутым специалистом, востребованным, вот, этим, наверное, можно попробовать. То есть я думаю, что реально, так же, как вот приблизительно с, там, каким-нибудь искусственным интеллектом, да, ну, с машинным обучением, как приблизительно, там, 5-10 лет назад было здорово бы им начать заниматься, чтобы сейчас быть супер-крутым востребованным специалистом, так вот приблизительно квантовыми компьютерами тоже можно заниматься. Тем более, что IBM предоставляет облачный доступ к своим системам, где вы можете тренироваться. Вот, это был первый рассказ. Я тут немножко, я сколько, я полчаса отнял, нормально. Как лучше, вопросы потом или сразу по горячим следам по теме? Как вам? Потом лучше, да? Ну, давайте потом, ладно. Я просто могу, вы можете что-то забыть, и я тоже что-то забуду, поскольку тема не связана, на самом деле. Вторая, вторая тема, она меня зацепила тем, что она красиво называется. На самом деле, она всех зацепила тем, что она красиво называется. Это кристаллы времени, или временные кристаллы, или более корректно, кристаллы во времени. Это тема, которая, так сказать, много обсуждалась в СМИ, имеется в виду, в начале 2017 года. Ну, здесь как бы что, название красивое, публикации были в Nature, в ведущем журнале научном. И картинку они вот такую красивую там представили, и все это вместе как бы сыграло, что о них много говорили. На самом деле, вещь довольно оказалась прозаической, если разобраться, но, может быть, этим и интересно тоже порадовать поговорить, чтобы, ну, так сказать, не вестись лишний раз на хайп, то, что называется, да, и скептически относиться к новостным заголовкам, и даже к статейным заголовкам тоже, да, то есть к научным статьям. Ну, собственно, небольшая предыстория. Идея вот этих кристаллов во времени появилась в 2012 году буквально, то есть это очень свежая тема. Ее сформулировал Фрэнк Вильчик. Это такой очень известный физик-теоретик, который славится несколькими такими экстравагантными идеями, предложениями, в том числе выходящими несколько из-за его обычный круг задач. Это вот была одна из таких как раз его идей. И идея заключалась в том, что мы знаем, что есть кристаллы, да, а кристаллы ведь штука необычная, если так вдуматься. Ведь кристаллы появляются из газа. Ну, там из газа жидкость, а из жидкости кристаллы. Да, ну, можно, в принципе, напрямую из газа в некоторых случаях. При понижении температуры. Вы просто понижаете температуру, он вдруг самопроизвольно, из хаотического движения частиц, в газе они там все двигаются абы как, вдруг выстраивается некоторая структура, причем эта структура, она обладает то, что называется, дальним порядком. То есть если у вас здесь раз, два, три, то и здесь раз, два, три. Ну, там могут быть дислокации и это, но, в принципе, она далеко такая простирается. И это происходит самопроизвольно. Это самое интересное. Понятно, что если вы их руками там построите, то... А это они сами. Вот в физике такие штуки называются, обычно описываются в рамках так называемой спонтанной нарушения симметрии. Ну, может быть, если вы интересовались, скажем, темой бозона Хиггса, то там слышали эти слова, потому что бозон Хиггса, как известно, был введен для того, чтобы объяснить, откуда у всех частиц берется масса. И механизм возникновения этой массы, называется механизм Хиггса, это как раз механизм спонтанного нарушения симметрии. Механизм спонтанного нарушения симметрии – штука очень простая на самом деле и даже интуитивно может быть понятная. Если у вас есть симметричная система... Симметричная система. Давайте я просто нарисую, я люблю иногда рисовать. Вот, если есть симметричная система, то... Ну, это энергия, например, нарисована, это неважно. То шарик катается здесь. То ваш шарик, вы ожидаете, что и шарик будет ровно в центре. Ну, там, где центр симметрии. Ну, вроде логично, да? Вот, если есть ямка, то он симметричный, то он вот внизу этой ямки. Но, если ваша ямка, она имеет... Ну, иногда это называют там шляпу мексиканская. Вот. Дубль В. Такое вот. То она вроде симметричная, но вот здесь вот состояние для шарика неустойчивое. Малейшая флуктуация, он скатывается или сюда, или сюда. И шарик в симметричной ситуации у вас находится в несимметричной точке. Относительно него как бы... То есть он скатился в одну из этих ямок. Относительно него уже ситуация несимметричная. И это происходит самопроизвольно. Ну, вот приблизительно то же самое происходит в кристаллах, только надо... Там не шарик, а некая абстрактная вещь. То есть здесь вот откладывается там расстояние между атомами. Ну, в общем, это уже детали. Важно, что это спонтанное нарушение симметрии. А Вильчик, он такой думает, а что там? Если мы можем спонтанно нарушить симметрию в пространстве, почему мы не можем нарушить ее во времени? Ну, там пространство, время, теоретики, они любят такие штуки. Вот. Ну, правда, практически сразу в 13-м году там вышел то, что называется... Там даже не статья была, а это называется Коммент, он Вильчик. Ну, не Вильчик, а у него там статья как же, я не помню как. А, по-моему, так и называл. Там Time Crystals у него. Это значит Коммент, он Time Crystals. И там, значит, автор привел возражение как бы серьезное против вот этой идеи. А в 15-м году окончательно доказали строго, что не работают, невозможны эти кристаллы. Но если уж тема началась, то всегда найдется, как известно, человек, который ее разовьет, вывернув другой стороной. И вот в 16-м году появилась идея кристаллов в дискретном времени, которые, в общем, не противоречили вот этому окончательному доказательству невозможности. А идея заключалась в том, что, ну, если они сами не могут, то давайте им поможем. Как поможем? Будем толкать систему каким-то образом, условно толкать, то есть каким-то образом воздействовать с неким периодом. И ждать, что она сама произвольна как бы. Ну, теперь самопроизвольна — это как бы странно, да? То есть мы ее качаем. Но, тем не менее, она вот свалится в некое состояние, будет совершать тоже периодические движения. Ну, и вот это и было реализовано. То есть какие тут… ну, что тут важно, да? Потому что на самом деле в том, что вы качаете систему, а в ней какое-то движение происходит, оно само по себе не очень впечатляет. Итак, у вас есть некое внешнее воздействие, которое с периодом t действует на вашу систему. Система тоже совершает некое движение с неким периодом, но с неким периодом, отличающимся от этого t, и период больше, чем этот t. То есть это как бы показатель того, что это ее некое внутреннее желание так делать, а не то, что это вы просто там рукой ее двигаете сюда-сюда. При этом очень важно, что отношение периода системы к периоду внешнего воздействия остается постоянным при изменении t. О чем идет речь? Вот если у вас есть некая система, которая умеет колебаться, качели, и вы на нее действуете, то, конечно, если вы, так сказать, все это умеют, если вы ее качаете в такт, то, конечно, вы ее раскачаете, и она будет качаться в такт. Но если вы немножко измените период вашего воздействия, будете немножко не в такт ее постоянно, то она от этого не изменит период своего качания. Она все равно так и будет своим периодом, просто вы ей будете мешать. Начнется то, что называется биение, поскольку еще она будет как-то реагировать на ваши действия. Но она нифига не изменит себе. Вот у нее был там период, а вот она с ним и качается, и все. Здесь самопроизвольность, она как раз заключается в том, что у нее нет собственного периода, она подчиняется вам. Вы задаете именно этим воздействием. И интересно, обязательно должен кристалл, как и любой другой кристалл, должен плавиться. Плавиться — это означает, что при повышении шумов или при наличии шумов, уменьшении силы воздействия, взаимодействия, он должен прекращать вот это безобразие и сваливаться в какой-то другой режим. Вот такое поведение было как бы необычным. То есть это не то, чего вы обычно ожидаете от сложной системы, которая там как-то во все поживет. Ну и вот в начале 17-го года экспериментально это было реализовано сразу двумя группами. Обе статьи опять появились в одном номере Nature по тем же самым причинам. И они реализовали кристаллы во времени совершенно разными методами, в принципе. То есть у одного это были атомы и терби в оптической ловушке, и они на них действовали лазерными вот этими толчками, толкали лазерами. А у других это были атомы азота, которые были внедрены в алмаз, так называют легирование, легированный алмаз, атомы НВ-центры в алмазе. И они на них действовали микроволновым излучением, СВЧ-излучением. Но в целом, давайте я пропущу эту подробную картинку, схема была приблизительно одинаковая. У вас есть вот эти в одном случае атомы и терби, в другом случае атомы азота. Причем здесь их было 10, а здесь миллионы. Ну такая разница небольшая. И каждый из них представляет себя маленький магнитик. И они все, так сказать, изначально, скажем, вы их выстроили, все они вместе магнитики. Дальше вы в них делаете им поворот этого магнитика с севера на юг, меняете местами. Затем включаете взаимодействие между ними, которое, так сказать, как-то их обеспечивает связь между ними. Поскольку автоматически здесь связи между ними нет, ее надо было как бы устраивать руками. И, кроме того, все это находится в неком внешнем, так сказать, шуме. Здесь в ловушке его делали просто руками, накладывая некий случайный лазерный импульс. А здесь оно в атоме, то есть в алмазе, там шум был просто связан с тем, что у вас эти атомы азота сидят в алмазе, вокруг алмазе углерод, он там качается и, так сказать, вносит вот этот неконтролируемый шум. Вот, здесь его делали руками, ну просто потому, что он нужен все равно, и как бы с ним работать. И вот получался такой как бы цикл, что, значит, вы, вот здесь Disorder Interaction, значит, шум и взаимодействие, это поворот, вы повернули в одну сторону, потом снова у вас шум и взаимодействие, повернули в другую сторону, у вас вернулся в начальное состояние. Вот понятно, что если у вас поворот на 180 градусов сюда и обратно, то вы так и вернетесь, да, и в принципе ничего удивительного нет. Но оказалось, что, помимо этого, то есть показалось, что если взаимодействие достаточно сильное, то даже если вы не доворачиваете, и у вас как бы за полный цикл он должен вернуться не туда, а вот немножко под углом, то это взаимодействие между ними, ну и плюс тут шум какой-то свою роль играл, оно все равно их доворачивало, и они вставали полностью, чтобы был именно период такой, как период воздействия. То есть даже, хотя силы воздействия не хватало, чтобы довернуть, сделать полный оборот, система подстраивалась под период и доворачивала себя сама. Взаимодействие между этими магнитами, фу, значит… Это электромагнитные, но опосредованные. Это опосредованные электромагнитные взаимодействия. То есть напрямую взаимодействие между ними было слабое, поэтому еще накладывали полем, усиливали это взаимодействие между ними. В принципе, это электромагнитные взаимодействия. То есть они как магниты между собой, грубо говоря, взаимодействовали. Как магнитики. Так вот, я к чему это хотел сказать. Собственно, я закончил про рассказ. Вот если так посмотреть, то какая-то техническая работа на самом деле. Таких работ появляется десятки вроде постоянно. Да, какая-то новая идея. На самом деле понять, что это действительно очень такая крутая новая идея, могут только люди, погруженные в тему, которые понимают, в чем же все-таки отличие это от того, что вы стоите и качаете эти качели несчастные. Даже я не до конца понимаю, в чем здесь такая большая новизна, что это прям Nature, да еще две статьи сразу. Тем не менее, фундаментальный некий интерес действительно есть, поскольку это действительно некое особенное поведение системы. Но, видимо, еще большую роль, и про это очень многие, так сказать, в комментариях ученые критиковали, в комментариях, в письмах в Nature, или многие блоги ведут там или где-то, что очень большую роль, конечно, сыграло красивое название. Как яхту вы назовете, так она и поплывет. Так что, и это тоже имеет место быть. Название важно. По неймингу, да. Ну, это, кстати, да. Вы знаете, я… Еще один факт из моей биографии. Я работаю в лаборатории, которую возглавляет Александр Михайлович Сергеев, который сейчас президент Академии наук. Вот. Несколько лет назад у нас была с ним… Ну, у него весне, вернее, была идея создать суперкомпьютер в Нижнем Новгороде, поскольку в Нижнем Новгороде тогда это было лет 10 назад. Не было, собственно, суперкомпьютера. Мы работали на московских. Там зарубежных коллег просили дать доступ к их суперкомпьютерам. Вот. И вот у него была, значит, идея, что надо бы в Нижнем Новгороде… Но ведь это же деньги, федеральные деньги, большие деньги, да. Это надо там идти куда-то в министерство, где-то эти деньги просить. Вот. И он говорит, надо придумать какое-нибудь интересное название, чтобы это был не просто там «Нижегородский суперкомпьютер», вот, а чтобы это было что-то такое интересное. А тема у нас тогда была такая, что, ну, самая интересная тема – это, конечно, там всякая биофизика. Хотя мы физики, но, вот, к частности Александр Михайлович, он очень много, так сказать, времени занимался именно взаимодействием физиков с биологами, с медиками, считал это очень важным. Вот. Ну и пытался вот эту тему про «Нижегородский суперкомпьютер» тоже провести под медицинские какие-нибудь тематики. Ну, тем более, что понятно, что, в общем, в медицине несравненно больше денег, чем, там, в какой-нибудь фундаментальной науке, вот, в фундаментальной физике. Ну, вот в процессе у нас там родилось название «Живой петафлоп». Вот, и он был такой смешной, в самом деле. Петафлоп – это, значит, имелось в виду, что он должен обладать соответствующим количеством производительности. Петафлоп – это значит, вот, пета – это 10 в 15-й, а флоп – это количество операций там в единицу времени. И он должен был совершать 10 в 15-й операций в единицу времени. Вот. И «Живой», потому что, ну, там живые системы, вот это все. Вот. И он потом рассказывал, что когда он всегда, ну, представлял этот потом проект в разных министерствах, все очень, так сказать, живо реагировали на этот живой петафлоп, и это действительно важно. Вот. То есть люди так сразу просыпались, там, эти министры, такие «Ого!». Вот. Но, правда, денег в итоге не дали. Не помогло. Ну, название действительно очень важно. И надо сказать, что мы, когда вот придумываем какие-то новые идеи, мы всегда, конечно, пытаемся этим идеям дать какое-нибудь, во-первых, говорящее название, во-вторых, ну, такое более-менее яркое, да, чтобы как-то… Информации же много не только вот в обычной жизни, в СМИ, но и на научных конференциях направлений очень много, людей очень много занимается, и чтобы зацепить чужое влияние, чужое внимание, все равно надо как-то это… Так что я понимаю. Вильчика, который назвал это Тань Кристаллс, вот, и теперь вошел, видимо, в историю. Третья тема. Маленький детектор нейтрино. Вот здесь он показан, фотография этого детектора. Значит, для тех, кто не очень в теме. Нейтрино, да, это такая маленькая элементарная частица. Настолько маленькая и настолько элементарная, что человек, который первый предположил ее существование, в одном из своих писем, это был Вальгонг Пауэль, если я не ошибаюсь, писал своему коллеге, что он сделал ужасное открытие, поскольку он предсказал существование частиц, которые никогда не будут обнаружены. Вот. Проблема в чем? Нейтрино — это маленькая частица, у нее это частица самой маленькой массы, ну, не считая там фотона, у которого масса вообще нету. У нее нет заряда, поэтому она не взаимодействует со светом и никак, так сказать, себя не проявляет в плане электромагнитного взаимодействия. Мы ее не можем увидеть, в отличие от, скажем, электронов там или протонов. Кроме того, вот нейтроны, например, есть еще, да, это те частицы, которые вместе с протонами в ядре. Они тоже нейтральные, тоже не взаимодействуют со светом, но они зато хорошо взаимодействуют с ядрами, поскольку они в эти ядра объединяются, ну, в частности, на этом работают все атомные электростанции, у вас там нейтрон выходит из ядра, в ходе ядра реакции, потом его тормозят замедлителями, и он снова взаимодействует с другими ядрами, инициируя новые реакции. Вот, поэтому мы его как бы можем заметить. Вот с нейтринов это ничего не проходит. Оно не светится, и оно с ядрами взаимодействует очень плохо. Вот говорят, есть три типа взаимодействия. Электромагнитное, ну, это, грубо говоря, со светом, да, электрический магнетизм. Сильное ядерное, это вот, который объединяет нейтроны и протоны в ядре. Есть еще слабое ядерное. Вот нейтрино только в слабом ядерном участвует, и слабое оно действительно слабое, да, так сказать, на порядке слабее. Ну, тут еще часто такое приводится, что вот я стою, да, у меня через ладонь там или через тело в каждую секунду проходит порядка миллиарда этих частиц, они рождаются на Солнце в ядерных реакциях. Вот. Тем не менее, за год с моим телом произвумодействует там буквально одно-два нейтрино в среднем. Вот какие-то такие цифры я могу набрать там за год или за всю жизнь. Но, в общем, очень мало. Мы их практически не замечаем. Вот. И детектор нейтрино обычно выглядит как-то вот так. Вот чтобы вы здесь понимали, вот там, вот здесь вот, или вот здесь вот. Это лодка, в которой два человека. Значит, это огромная такая полость. Ну, обычно делают в скалах, в горах, в пещерах, то есть, да. Глубоко, достаточно под землей, на расстоянии нескольких, там, наверное, километров. Вот. Которая заполнена водой. Тонами, тысячами тонн воды. И на стенках которой стоят вот эти вот фотоумножители, которые ловят там фотоны, которые рождаются, когда какой-нибудь нейтрино, которому очень не повезло, столкнулось с каким-нибудь протоном. Почему протоном? Потому что с протоном им проще всего, ну, в смысле, проще всего заметить столкновение. А в воде очень много протонов. Да, вода — это H2O. H — это водород в центре ядра, которое состоит из одного протона. Вот. И вода — это самый, так сказать, кроме того, плотность у воды очень большая. Там очень много протонов. Это самое такое вещество, в котором плотность протонов наибольшая. Ну, и кроме того, воды очень много. Правда, вот конкретно на этом я уже сейчас подзабыл, честно признаться. Это супер-камеоканда в Японии, самый большой. Мне кажется, что в нем тяжелая вода. Вот это есть некая. То есть то, которое с дейтерием. Вот. Оно получше, чем просто с протонами. Вот. Более чистый сигнал получается. Вот. И вот это обычно, так сказать... То есть детектор нейтрино — это огромные штуки. Вот. Это реально одни из самых больших установок. Вот. Может быть, не такие дорогие, как большой адронный коллайдер, поскольку в коллайдере очень много всякой там электроники и сложных устройств. Здесь как бы только вот эти фотоумножители. Ну, плюс очищенная тяжелая вода — это тоже своя задача. Но, тем не менее, может быть, по цене они там поменьше. Но по размерам это действительно огромные сооружения. Ну, вот я себе написал, что обычно ловят так называемые антинейтрино. Но это не очень принципиально. Которые, сталкиваясь с протоном, производят нейтрон, который там может быть захвачен какой-нибудь частицей, и ядерная реакция произойти. Но, кроме того, позитрон обязательно выделяется, который тоже легко поймать. Поскольку позитрон — это античастица, которая при встрече с электроном, электронов там, как вы понимаете, очень много, дает гамму-вспышку. И вот как раз фотоумножители нужны, чтобы ловить эту гамму-вспышку. Выходят два гамма-фотона, и два фотоумножителя срабатывают. Если они сработали одновременно, то это признак того, что была аннигиляция позитрона и так далее. Вот. Но с 73-го года существует другая, альтернативная идея, что нейтрино может взаимодействовать не с одним протоном, а может взаимодействовать с нейтроном немножко по-другому, через так называемый Z-бозон, который как раз где-то тогда же был предсказан и открыт. И вот это взаимодействие сильно усиливается, если нейтронов в ядре очень много. Чем больше нейтронов, тем сильнее взаимодействие. И это значит, что нейтрино может довольно эффективно взаимодействовать с тяжелыми ядрами, то есть с тяжелыми элементами. Дэвид Фридман эту теорию разработал, идею предложил. Проблема была в том, что взаимодействие вот такого типа, оно тем лучше, чем слабее удар, чем слабее взаимодействие между нейтрино и альтернативой. Ядром, да. Потому что обычный метод, он как бы там летит энергичная нейтрино, сталкивается с протоном, так сказать, много энергии, хватает для того, чтобы выбить позитрон, грубо говоря, который потом вам даст гамма-фотон, который легко ловить и анализировать. Вот здесь ударчики получались очень слабые по оценкам. И заметить, что у вас там нейтрино, который сам по себе легкий, еще слабенько ударил там какое-то ядро, ну было, в общем, не получалось. И вот, наконец, получилось. Через 30, 40, 44 года после того, как была предложена идея. Как получилось? Значит, взяли иодит цезия. Иодит цезий замечательен по двум причинам. Во-первых, он состоит из двух тяжелых элементов, иод и цезий. А во-вторых, цезий – это самый легко ионизируемый элемент в таблице Менделеева. Цезий – это, я напомню, щелочной металл. Как мы помним, щелочные металлы очень легко свои электроны с удовольствием отдают, те, кто помнит школьную химию. Да, там литий горит на воздухе и так далее. То есть они легко окисляются. Цезий из них самый-самый. У него самый большой радиус, и у него электрон внешний дальше всех. И идея как раз заключалась в том, что у вас тут тяжелые ядра, а цезий легко отдает свой электрон. Поэтому, когда у вас нейтрино ударяет в ядро, оно получает небольшой импульс, небольшую скорость. И, несмотря на то, что импульс и скорость небольшая, она ионизирует цезий, который рядышком где-нибудь наверняка есть. Цезий ионизируется, появляется свободный электрон, происходит так называемая синтилляция. А вот слово синтилляция. Вспышка происходит, сопровождающая эту ионизацию. Ну или в смысле последующая, после того, как происходит, скажем, рекомбинация. И вот они построили, значит… Ну тут проблема в чем? Надо, во-первых, хорошенько очистить этот иодицезия. Во-вторых, хорошенько его защитить от разных внешних нехороших воздействий. Ну и создать достаточный объем, на самом деле, потому что все равно в стакане этого мало. Вот у них такая трехлитровая, трехлитровый баллон. В нем там 15 килограмм этого цезия, по-моему, в жидком состоянии, если я не ошибаюсь. И еще им повезло, они нашли эксперимент, который не так давно… Ну как не так, ему лет 10. Но тем не менее, относительно недавно установку, на которой очень большой поток нейтрина. На самом деле, это источник нейтронов. Вот это SNS, это называется Spallation Neutron Source. Source – источник, нейтрон нейтронов. Spallation – это переводится как скалывание, откалывание. Это неважно, это в общем метод получения этих нейтронов на этой установке. Это самый яркий источник нейтронов. Но кроме того, побочным продуктом являются нейтрины. И нейтрины там очень много. На этом источнике. Но кроме того, они еще и нашли специальное место около этого источника, где им меньше всего мешали другие всякие вещи, которые из этого источника вылетали. Поскольку там шла такая достаточно… Это вообще отдельно надо рассказывать про это Spallation Neutron Source. Понимаете, их рождают в ртути жидкой, которая льется непрерывно, поскольку там огромный идут источник нейтронов, там огромное количество выделяется тепла. И чтобы это тепло эффективно отводить, мало того, что используется металл, ртуть, так она еще льется. Ну и там довольно много всего происходит. И одно из достижений, интервью было с одним из авторов этого открытия, этого изобретения, вернее, так лучше сказать, что они нашли специальное место, где регистрация нейтрины никто им не мешала. Остальное не мешало. И, в общем, они показали действительно, что это все работает. Ну и почему я еще хотел рассказать. Публикация в Science, то есть все как надо, все отлично. Правда, есть некое обстоятельство, которое заключается в том, что, в общем, на самом деле это не совсем замена тем детекторам, которые я показывал, поскольку, как я сказал, они ловят только слабые удары, а, соответственно, только нейтрины с относительно небольшой энергией. Если нейтрина имеет большую энергию, в частности, солнечная нейтрина, относительно большую, то их поймать довольно сложно. Но, тем не менее, из приложений интересных таких это контроль ядерных реакторов. То есть по количеству нейтрина, который выделяется в ядерном реакторе, в обычном, в атомных электростанциях, можно контролировать его работу. Ну и, соответственно, это очень важно. Правда, вроде есть и другие методы, но, может быть, этот тоже будет востребован. Вспышка, фотомножители там, по-моему, стоят. То есть обычные, да, там где-то, по-моему, может быть, с обоих торцов или с одного из торцов стоят, по-моему, фотомножители. Но интересна она еще вот почему, потому что она позволяет немножко погордиться тем, кто любит гордиться достижениями российских ученых. Большую роль в этом детекторе сыграли именно российские ученые. Вот. Сотрудники Института теоретической экспериментальной физики. Вот. Вообще, в целом, это называется коллаборация Coherent. Вот. Там, значит, вот ИТФ и, по-моему, забыл я, американцы какие-то. Вот. Вот. Это три темы, про которые крупные я хотел, так сказать, подробно рассказать. Теперь немножко по мелочи всякой пройдусь. LHC. Большой дронный коллайдер. Ну, тут немножко, видимо, спал интерес к нему, поскольку крупных открытий как-то после бозона Хиггса не было. Вот. А Хиггс уже был довольно давно. Но он продолжает работать. Вот. Он все еще самый дорогой из действующих научно-технических проектов. Вот. Ему еще осталось лет, эдак, десять. Вот. Таковым оставаться. Как минимум. Да, пожалуй, Джеймс Веб его не обгонит по стоимости. Вот. Ну, какие у него тут результаты? Во-первых, он все больше и больше набирает то, что называется, статистика. Да, то есть количество столкновений, которые там, ну, или интересных каких-то явлений, которые… Интересных, блин, как это сказать? Ну, в общем, столкновений все больше и больше. В них можно искать разные там малые эффекты. Вот. Самое главное разочарование то, что он не видит так называемых суперсимметричных частиц. Да, то есть помимо бозона Хиггса, который был первой целью большого дрона-коллайдера. Вторая цель большая была в том, что вот есть так называемая теория суперсимметрии, которая расширяет стандартную модель элементарных частиц. И была большая надежда, что он найдет и такие частицы, поскольку ожидалось, что они будут иметь массу, порядка. Вот масса в этих… в физике элементарных частиц измеряется в электрон-вольтах, в энергиях. Ну, ожидалось, что около 0,5 терра-электрон-вольт будет много этих частиц. Но вот адронный коллайдер фактически до 2 терра-электрон-вольт их не видят. И, видимо, это как бы закрывает очень много вот этих вариантов этих суперсимметричных теорий. Это некое разочарование. И вот, в частности, здесь написано, что ILC станет фабрикой бозонов Higgs. Значит, ILC — это расшифровывается как International Linear Collider, международный линейный коллайдер. Это коллайдер, который должен был бы стать следующим этапом, наследником большого адронного коллайдера. И вот в 2017 году было принято решение, в частности, обусловленное с тем, что баг LHC ничего не нашел. Во-первых. А во-вторых, ну, с тем, что, в общем, денег, как всегда, не хватает. Было принято решение, что он будет в два раза меньше, в два раза короче. Он линейный, то есть это линейный труб. Они, по-моему, собрали, сделал 50 километров, а будет 25, если я не путаю цифры. Он будет короче, соответственно, энергии там частиц будет меньше. И его главной целью станет бозоны Higgs. Он будет их рождать в огромном количестве. И там будут следовать всякие тонкие эффекты, связанные с этим бозоном Higgs. А, так сказать, все надежды на то, что на нем же можно будет какие-то вот эти штуки смотреть суперсимметричные, они, так сказать, не оправдались. Ну, сэкономят зато, быстрее построят. Тем не менее, на LHC происходят тоже интересные вещи. В частности, так называемые аномалии в распаде бомизонов. Аномалии, значит, что-то ненормальное. И некоторые теоретики, многие теоретики надеются, что эти аномалии, они, правда, не одно, там сразу несколько результатов получили, которые расходятся с предсказаниями стандартной модели. Каждая из них в отдельности недостаточно надежная. То есть там понятно, что они могут быть случайными выбросами. Но их уже несколько, и все они связаны с бомизонами. И, в общем, некоторые теоретики полагают, что по совокупности можно сказать, что какая-то аномалия, что что-то там ненормальное действительно есть. И это проявление вот этой тоже новой физики, так называемой, частью которой являются в том числе и суперсимметричные частицы. Бомизон — это мизоны, ну, это такие частицы составные, тяжелые, состоящие из содержащей бэкварки. Вот, то есть у нас все частицы, типа протонов, нейтронов и так далее, они состоят из кварков. Кварков всего шесть штук. Там U, D — это обычные кварки, из которых протоны, нейтроны состоят. Кроме того, есть еще S, C, B, T. И вот это вот бэкварки содержат в себе бэкварки. Кому интересно, можете зайти на сайт элемента.ру. Там Игорь Иванов ведет рубрику, посвященную большому адронному коллайдеру. Очень подробно все описывает. Есть очень хорошие статьи. Можете попытаться, если интересно, разобраться, что же там на самом деле видят и куда это ведет. Но пока какого-то результата здесь нет, поэтому я подробно про это решил не рассказывать в этот раз. Ну, открывает много довольно частиц новых. То есть, в смысле, не фундаментальных частиц, а составных частиц. В частности, был открыт первый дважды очарованный барион. Дважды очарованный — это значит, что… Да, чем мизоны от барионов отличаются. Это и то, и другое тяжелые частицы. Но мизоны содержат два кварка, вернее, кварк и антикварк. А барион содержит три кварка. Скажем, протон — это барион. Вот, у него три кварка. Вот дважды очарованный барион означает, что из этих трех кварков два кварка — так называемые очарованные кварки. Ну, такие названия — это отдельная тоже история. Люди, которые занимались физикой фундаментально в 60-х годах, им, видимо, было скучно, я не знаю. Или они считали, что они занимаются какими-то совершенно неважными, неинтересными вещами, которые непонятно как рассказывать. Поэтому они называли… Кварк — это… Само название кварка — это вообще из стихотворения… Блин, я забыл имя. Ну, в общем, это типа нашего этого. Фу. В общем, такое шуточное стихотворение. Выдуманное слово. Просто красивое выдуманное слово из стихотворения. Первый ненормальный кварк назвали странный кварк, потому что он типа вел себя странно. Ну, не кварк, точнее, а частицы, которые сейчас частицы назвали странными. И это стал термином, понимаете? То есть они не то, что странные, они действительно… А второй называли почему-то очарованным. Кого он очаровал, я не знаю. Потом, значит, там есть несколько поколений частиц, их называют ароматами. Ну, аромат первого, второго поколения. Ну, вот, не знаю, что там. А следующий, следующий бурион, в следующий смысле кварк, бэк, вот как раз. Он называется бьюти, да, красивый. Вот, или там, как на русский переводится. Ну, да, по-моему, красивый или… ну, что-то такое. А последний, шестой, он Т, это трус почему-то, истинный. Ну, в общем, ладно. Это странная вещь. Вот он, дважды очарованный бурион. То есть первый бурион, в состав которого входят два очарованных кварка. До этого таких были неизвестны. Ну, в смысле, понятно было, что они вроде должны существовать, но получить их было нелегко. Это просто один из шести кварков. Такое название имеет. Да, вот, очарованный – это Че, это Це, шарм, чарм. Да, есть, кстати, чарм-фабрика даже, шарм-фабрика, которая очарованный частиц производит. Вот, ну, в общем, LHC работает, наращивает мощность, какие-то открытия есть, но они все довольно локальны. Вот, единственное, что тут может вырасти интересно, это вот эта аномалия в распаде боемезонов. Но однозначного подтверждения, что это не случайные выбросы, в общем-то, пока нету. Ну, и какого-то однозначного объяснения этих аномалий тоже нет, поэтому теории, которые пытаются объяснить, они довольно такие вычурные, ну, какого-то, как сказать, мнения, какая из них верна, нету. Вот, ну, и про другие какие-то интересные, которые мне лично нравятся. Возможно, решены проблемы радиуса протона и времени жизни нейтрона. Вообще, ну, как известно, наука, она штука такая, там большинство вещей либо неизвестны, либо являются проблемами. Вот, иногда эти проблемы решаются, иногда создаются. Вот несколько лет назад возникло две проблемы. Проблема измерения радиуса протона и проблема измерения времени жизни нейтрона. Они не связаны проблемы. Проблема радиуса протона заключалась в том, что есть протон, есть водород, в котором этот протон в центре, и по измерениям того, как происходит переход электрона с одного состояния в другой, возбуждение так называемого атома, можно оценить, чему равен радиус протона. Он влияет, поскольку перераспределяется заряд. Много-много-много лет измеряли этот радиус протона в водороде, ошибки были большие, но все это более-менее сходилось к какому-то значению. И вот несколько лет назад решили вместо водорода взять мионий. Мионий — это как водород, только вместо электрона там сидит другая частица, которая называется мион. Мион — он такой очень интересный объект, он как электрон, но просто тяжелее. А во всем остальном совершенно аналогичный. Ну это вот к вопросу об ароматах и поколениях. То есть мион — это как бы один из ароматов, другой аромат электрона, другое поколение, второе поколение, из второго поколения частицы. Так вот, когда взяли мионий и провели все то же самое с мионом, вдруг оказалось, что радиус протона уменьшился на 4%, кажется, процента, в общем, на несколько процентов, но точность была очень высокая. У миона намного проще померить этот эффект, он намного сильнее, поскольку мион тяжелее, он значительно ближе находится к протону. Сила-то та же самая, а он тяжелее, поэтому он ближе к протону и лучше чувствует вот этот его радиус. И в итоге возникла проблема, которой было непонятно, как решать. И были даже идеи, что, блин, ну, наверное, мион не совсем такой же, как электрон. А если он не совсем такой же, как электрон, то значит, что-то не так в нашей стандартной модели, в нашей консерватории какие-то проблемы. В этом году, в 2017 году были проведены новые измерения радиуса протона в водороде, то есть те, которые много-много лет проводили. И вроде как люди нашли ошибку в том, как это делали раньше, посчитали более правильно. То есть там просто была техника вычисления, ну, не вычисления, как бы, а вот техника измерения и получения потом результатов измерения. И у них сошлось с измерением в мионии. Вот, вроде как проблема, проблема можно считать, ну, может быть, не полностью, потому что надо, чтобы подтвердили еще кто-то. Вот, но во многом, во многом, видимо, она решена. И тут, кстати, тоже интересно, ну, неинтересно, я не знаю, для тех, ремарка, для тех, кто любит гордиться российскими учеными, значит, здесь тоже российские ученые приложили руку. Это группа из физического института, из ФИАНа. Вот. Я, кстати, первый раз об этом услышал даже не из новостей, а на научной конференции. Вот, там, это лазерная технология, поэтому я был на конференции как раз по лазерам, по моей теме. И там выступал вот директор физического института, который рассказал, он возглавлял как раз группу, которая этим занималась. Он вот об этом рассказал. Вот. И вторая проблема очень похожая. Время жизни нейтрона тоже долго-долго измеряли. Значит, нейтрон, да, надо тут пояснить. Вот. Нейтрон вместе с протоном входит в ядра, но если протон отдельно сам по себе устойчив и живет столько, сколько стабильно, столько, сколько, так сказать, бесконечно, да, долго, то нейтрон является нестабильной частицей и где-то приблизительно через 15 минут среднее время жизни, ну или время полураспада, через 15 минут он распадается на протон и электрон, и нейтрино, ну анти-нейтрино. Ну, не важно. Вот. Важно то, что он как бы, у него есть некое время жизни, да, то есть он сам по себе, когда никто ему не мешает, в смысле не в ядре, вот, он живет всего 15, около 15 минут, и вот долгое время, его время жизни измеряли в пучках, то есть влетели нейтроны, и там измеряли, сколько нейтронов было в одном месте и сколько там сейчас какое-то время. Вот. Получали какое-то значение, там все тоже это более-менее сходилось к какому-то, и тут вдруг в 2005 году, в общем, тоже несколько лет, 10 тому назад, решили померить другим способом, поймали нейтрон в ловушку, там какая-то, там есть, это тоже хитрый способ, гравитационная ловушка в гравитационном поле, вот, поймали нейтрон, и он, так сказать, сидел там, и можно было тоже измерять, и измерения получались, видимо, более точные, поскольку нейтроны, вот они тут сидят, вот, и время жизни вдруг оказалось другим, я забыл, больше или меньше, прошу прощения, вот, оказалось другим, вот, и тоже было непонятно, что с этим делать, ну, вроде вот в этом году, в 17-м году еще две группы провели независимые измерения разными методами и показали, что вроде в ловушке намерили точно, а вот до этого были какие-то ошибки, с которыми еще надо разобраться, вот, но поскольку две группы сразу подтвердили результат третий, то, видимо, эта проблема, ну, можно считать более-менее решенной. Еще одна тема, которая развивается, это детекторы темных частиц. Вот, на самом деле, тот детектор нейтрино, про который я говорил, эта группа, которая его сделала, она, на самом деле, занимается детекторами темных частиц. Значит, о чем идет речь? Темные частицы, это гипотетические частицы, из которых состоит так называемая темная материя. Значит, темную материю обнаружили астрофизики, про которую я обещал сегодня не говорить, но, видимо, нарушить придется обещание. Вот, они обнаружили, что, ну, например, звезды в галактиках крутятся быстрее, чем вроде бы они должны, если посчитать просто количество звезд, их общую массу, и воспользоваться там каким-нибудь законом Кеплера или законом Ньютона, как хотите. Вот, оказалось, что двигаться быстрее. Если движется быстрее, это значит, что масса в звездах больше. Или между звездами есть что-то еще, что дает дополнительную массу. Поскольку, ну, если скорость больше, значит, силы должна быть больше, которых вращает. Вот, это нечто назвали сначала скрытой материей, скрытой массой. Вот, но потом вроде пришли к тому, что, скорее всего, это новый вид материи, новые какие-то частицы. Это, так сказать, рабочая сейчас, наиболее рабочая гипотеза. Ну, в частности, она очень легла вот на ту идею суперсимметричных частиц. Да, то есть, оказалось, что многие суперсимметричные частицы, которые появляются в теориях, они очень хорошо подходят на роль вот таких вот темных невидимых частиц. Ну, можно себе представлять их, как вот наши нейтрины, про которые я говорил, которые никак не увидеть. Так вот, темные частицы, они как эти нейтрины, только они тяжелые, летают где-то здесь. Просто мы их не видим, поскольку они очень слабо с нами взаимодействуют. Но, тем не менее, предполагается, что пусть слабо, но как-то они взаимодействуют. И поэтому можно построить детектор. Эти детекторы, они очень похожи на детекторы нейтрина, поскольку, в общем, темные частицы с чем-то похожи на нейтрина. И вот как раз та группа занимается именно детекторами темных частиц, и те технологии, которые она использовала, они для детекторов темных частиц использовались Эта тема очень такая горячая, в том смысле, что очень бурно сейчас развивается, чувствительность этих детекторов непрерывно увеличивается И вот в 2017 году были введены новые детекторы, они используют обычно сжиженные благородные газы, ну ксенон чаще всего Они уже достаточно большие, это не трехлитровые банки, это сейчас уже порядка тонны детекторы ксеноновые То есть это уже большая установка приличных размеров, и они не видят этих темных частиц до сих пор Несмотря на увеличение чувствительности, увеличение объемов, чем больше ваш детектор, тем больше он потенциально может частиц засечь И здесь они фактически подобрались к тому, чтобы отметать некие теории суперсимметричных частиц, которые претендовали на то, чтобы объяснить феномен темной материи Видимо в ближайшие годы, то есть там сейчас просто строятся новые детекторы, еще более большие, еще более чувствительные В ближайшие годы здесь будет большое продвижение вперед и будет понятно, как на большом адронном коллайдере работают эти теории или не работают Так же, как большой адронный коллайдер фактически отмел или закрыл самые простые суперсимметричные теории Так вот эти детекторы закроют какие-то другие суперсимметричные теории, в которых темная материя, темные частицы вот эти появляются Крупного открытия нет, но движение весьма заметное вперед Вот, ну и последнее, про что я хочу сказать, ITER Значит, вот я сказал, что у большого адронного коллайдера осталось лет 10 быть самым крупным научно-техническим проектом Потому что приблизительно 10 лет осталось до ввода... Почему 10? Я живу в каком-то не том времени Осталось несколько, буквально 3 года на самом деле, да, по-моему В 20-м перенесли последний раз До открытия ITER Значит, ITER это международный экспериментальный реактор, термоядерный экспериментальный реактор International Thermonuclear Experimental Reactor Это термоядерный реактор Идея, которая уже там больше полувека Использовать термоядерные реакции вместо ядерных Для получения электроэнергии ITER должен стать самым крупным реактором из когда-либо построенных У него совершенно баснословные какие-то бюджеты Он должен продемонстрировать положительный выход Стабильный положительный выход термоядерной, в смысле электроэнергии из термоядерных реакций До сегодняшнего дня этого не было продемонстрировано никем ITER должен это сделать Ну, если он будет успешен То, возможно, будут появляться электростанции Ну, это, в общем, другой вопрос Ну, вот в этом году они пересекли экватор Очень большое достижение Поскольку, на самом деле, ITER Ну, вот я, наверное, родился Ну, так, плюс-минус, да Чуть-чуть попозже появилась идея этого реактора Вот, я уже вырос и это скоро на пенсию Вот, он все еще строится Вот, там были большие организационные проблемы Огромное количество раз переносили То есть, вначале они не могли там договориться, кто что делает Кто сколько денег вносит Где его строить Вот, потом вроде договорились Но начались всякие там нестыковки, задержки Ну, в итоге, в общем, начали строить Строят его в итоге во Франции Вот Участвует там, по-моему, 8 партнеров Россия одна из равноправных партнеров Там, ну, в частности, в нашем институте Мы делаем для них гератроны Которые будут греть эту плазму СВЧ-излучением Вот Кто-то у нас в России делает там сверхпроводящие магниты для них Ну и так далее Вот Они перешли экватор И все движется И вроде в поле меня не нормализовала ситуация Все движется к тому, что через несколько лет его запустят Блин, я забыл 20-й или 22-й Наверное, был 20-й, а сейчас 22-й дата В 2022 году должна зажечь Первую плазму Вот И вот тогда Большой адронный коллайдер станет вторым По крупности Научно-технический маитер займет его место первым Все у меня Спасибо большое за внимание Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал Где обо всем об этом я так или иначе рассказываю Спасибо Я не знаю, тут нет ведущего Давайте я буду ведущим Вопросы У меня вообще в полночь поезд обратно Технологии, может быть, не те, которые были в 2017 году изобретены Господи Ответственно Коммерциализировали Может быть, не в 2017 году, а в стране Но Черт его знает, но Коммерциализация Нет, нет Это не только Нет, дело не в этом Дело в том, что коммерциализация Это всегда довольно длительный процесс Непонятно, в какой момент Мы коммерциализируемся Вот Я могу сказать Область вам назвать Которая явно испытывает бум Это область Вообще Это на самом деле целый комплекс связанных областей Связанный с сверхпроводящими магнитами Вот Большой адронный коллайдер Одна из его важных функций На самом деле Не в том, что он открыл бозон Хиггса Это важно Конечно Но, наверное, человечество могло бы потерпеть еще Вот Важной функцией Большого адронного коллайдера И похожих проектов Заключается в том Что они дают Некий Заказ Да Некий Типа госзаказа На технологии Которые еще никем не востребованы И слишком дороги Для того, чтобы Их развивали коммерческие Компании Вот Одним из таких заказов Большого адронного коллайдера Стал Заказ на сверхпроводящие магниты И я сейчас не помню цифры Вот Но сейчас В результате То есть было открыто Несколько производств В нескольких странах Которые для большого адронного коллайдера Производили эти вот Сверхпроводящие там Магниты На основе Всяких Сплавов Необия И Ну в общем На несколько порядков Выросло количество Их производящих Количество выпускаемых Вот этих Магнитов Что привело К их удешевлению И они стали Привлекательны Для коммерческих Уже Приложений И вот Ну какие здесь Приложения Выиграли Вот очень близкая Мне тема Это тема Протонных Ускорителей Вот Лучевая терапия Рака Обычно используют Рентген Для этого Для терапии Влучаем Ионизирующим Излучением Убиваем Опухоль Рентген Плох тем Что ему Пофиг Опухоль Тут Или живая Ткань Да Лучше Использовать Протоны Им конечно Тоже В общем Все равно Протоны Протоны Обладают Очень интересным Свойством Они Распространяются На некоторую Глубину Которая Определяется Их энергия То есть Ее можно контролировать Эту глубину Они там Останавливаются И дальше Не идут В итоге Вы можете Значительно Снизить Дозу Которую Вы Отдаете Близлежащим Здоровым Тканям Это очень важно Так вот Проблема была в том Что Эта протонная Терапия Хотя Многим Она была Рекомендована По медицинским Показаниям Она была Практически Недоступна Поскольку Для того Чтобы осуществлять Терапию С помощью протонов Надо было Ехать В специальные Центры Которые находились Вблизи Достаточно Больших Ускорителей У нас Например Это в Дубне В Гатчине Это буквально Два центра Три центра На всю страну Причем У нас Это совсем плохо Но тем не менее Даже в мире Это была Огромная проблема Сейчас С помощью Сверхпроводящих Магнитов Значительно Уменьшили Размеры Этих протоновых Ускорителей Для лучевой терапии Количество Онкологических Центров Где Можно получить Протоновую Лучевую терапию В мире Увеличилось За Несколько лет В десятки раз Ну ладно Десятки Я может перегнул Но в общем От десяти До ста Например Где-то Блин У меня цифры Сейчас нет В главе Но порядок Близительно такой Там их было Может только 15 Стало около сотни Вот Вот это вот И да То есть просто Это стартапы Ну в Америке Естественно Да Там лет Пять тому назад Они поняли Что это Тема И как Грибы После дождя Возникают И вот сейчас Это бум Вот Но такого Что вот Прямо в 17-м году Я честно Признаться Не скажу It depends Что называется Да То есть Ну Я думаю Я думаю Что Что да Пять Десять Пятнадцать Лет Если Технология Если Технология Повезла Иногда Намного Дальше Я Да Работает Я читал о том Что в современной Банковской индустрии Уже Применяется Квантовое шифрование Данных То есть Там не были указаны Конкретные банки Или даже страны Где они располагаются Но читал я об этом Уже может быть Пару лет назад То есть Вот к вопросу Да Еще одна тема Правильно Квантовая криптография Она имеет Опосредованное отношение К квантовым компьютерам Вот Но Тема действительно Возникла Которая недавно Ну там В смысле Лет наверное Двадцать тому назад Вот И технологии Вот лет пять Наверное назад Появились первые Межбанковские Уже реальные Связи Зашифрованные По квантовому С помощью квантовой Криптографии Квантовые каналы Да Второй вопрос Скажите Массогабаритные показатели Элементарных частиц Протона Электрона Нейтрона Они Изменяются От элемента К элементу Допустим У лития У бора У железа Нет Или все это Абсолютно Стандартное значение Абсолютно Стандартное Дело в том Что протоны Нейтроны Они составные частицы Вот Единственная Проблема Только в этом И в принципе Можно Ну в смысле Есть Очень слабые Эффекты По их Деформации Вот Но они Очень слабые Ими Можно пренебречь В 99,99% Случаев Спасибо Давайте Вам данный вопрос Да Тут еще была Где-то рука Здравствуйте Спасибо Спасибо за лекцию Очень интересно Хотел бы Вот По первой теме Спросить Такой вопрос Собственно Криптовалюты Вот есть И квантовое превосходство Как оно Там с ними То есть Биткоины уже надо сливать Квантовый блокчейн Да В российском квантовом центре Разработан первый квантовый блокчейн Ну Это скорее Как квантовая криптография А я скорее В другую сторону Ну типа Квантовые алгоритмы Все криптовалюты Основанные на Обычных Сложных вычислениях Они их всех порушат И Нет Ой Кстати Да Это может быть Что-то Я так сходу Не сооружу Я просто не помню Не помню Что там используется Но Мне кажется Что где-то Я читал Что человек Который будет квантовый компьютер Достаточно мощный Он просто расшифрует Блокчейн И может его Ну там Там же в чем Основана на том Там хэши надо перебирать У вас просто компьютер Не хватит Чтобы его полностью Пересобрать Вот Ну разобрать И собрать обратно Чтобы внести какие-то Поэтому вы можете доверять ему Вот По-моему Квантовый компьютер Теоретически На каком-то уровне Могут разобрать полностью Обратно Скажем Сеть биткоина Собрать ее обратно С вашими дополнениями Где-то в истории Вы скажем Можете Изменить условия контракта Которые вы на этом блокчейне Заключили с кем-нибудь Но На биткоине Не делают контракты А скажем На Этериуме делают Поэтому Теоретически Есть такая опасность Да То есть Вы можете прийти в суд У одного будет Один Этот Блокчейн У другого Другой блокчейн И вы Так сказать Суд не сможет решить Кто из них Более истинный Ну в смысле По крайней мере Чисто компьютерными методами Это будет сделать нельзя Ну есть Есть Такая тема Вот здесь была рука Вообще иногда Бывают такие Странные Скажем так Работы Но странные Они не в том Что там какие-то Странные вещи А в том Что вытаскивают Какие-то эффекты Которые Ну почему-то Никем раньше Не замечались Это не касается Как-то Насчет классических Я не помню Но вот там Недавно Было найдено Некое новое Взаимодействие Между Лазерным излучением И Совокупностью Атомов Которые Как бы Это тема тоже Классическая В том смысле Что там Есть сто лет в обед Вот Но она квантовая Поскольку там Квантовое взаимодействие Вот А чтобы классическая Вообще Надо сказать Что есть просто Темы В которых Вообще нету Физики Активно развивается Тема В которых в принципе Нету Никаких квантов И темы Очень горячие Как бы Интересные Это скажем Тема Связанная С сетями Да Сети У вас есть элементы Они могут быть Достаточно сложные Сами по себе Каждые там Какой-нибудь Между ними Могут быть связи Вот Связи могут быть сложными Связи могут перестраиваться Связи могут там И вы запускаете туда Какие-то сигналы Или там что-то Живет какая-то активность И вот она Значит Может Как-то менять Эта сеть Что-то в ней происходить Вот такие всякие Динамические сети Это называется Да Это очень горячая тема То есть Там просто люди делают Снакшибательные Результаты получают Вот И это Это конечно Чисто классическая вещь То есть Там Никаких квантов нет Это просто Сложная система Вот А? Ну Это физических Она конечно Очень тесно Переплетена То есть Там очень математика Серьезная Вот Но в принципе Физические журналы Там ПРЛ Физерфлеттерс Да Ведущий физический журнал Он с удовольствием У него отдельный Просто есть раздел Где вот это Публикуется Потом есть Опять же Все Все что касается Классической Конечно физики Оно лежит в области Сложности Сложные системы изучают В геофизике Очень много задач Которые изучаются Да Поскольку геофизика Рассмотрение Вот этой Все совокупности Физических процессов Происходящих На земле Там От верхней атмосферы До нижней литосферы Чтобы вот это все Объединить И описать Там Это очень сложно Просто Поэтому люди Этим продолжают Заниматься Хотя Это Вроде как Классическая физика Там нет никаких Квантов За исключением Того Что Ну там Грубо говоря Вы учитываете Химию Конечно И химия Там Нужна Может быть Какое-то Квантовое Рассмотрение Вот Но В целом Задача Просто Сложная Не в смысле Сложности Ну там Элементарной физики Которая в нее Включена В смысле Просто Огромного Количества Факторов И элементов Которые Приходится Рассматривать Это Это Очень Такие Развивающиеся Направления Там Конечно Много Разных Открытий Ну Мне Вот Нравится Очень Результат Там В нашем Институте Был получен Но Высоко Довольно Оценен Климатические Модели Строятся Климатические Модели Один Из путей Как Вы Их Строите Вы Пытаетесь Разбить Все Что Происходит На земле Скажем Чаще Смотрят За Температурой Воды Поскольку Температура Океана В разных Точках Она Меняется Во времени И меняется От точки К точке Естественно Там Есть Некая Периодичность Скажем Год от Года Во-первых Зима Лето Во-вторых Там Всякие Есть Эль-Нинья Если Вы Слышали Это Уже Более Длинные Периоды А кроме Того Там Есть Естественно Некое Пространственное Распределение Есть Гольфстрим Есть Индийский Я не очень Разбираюсь Вот Это такая сложная Система Ее можно Анализировать Просто Как Некую Такую Карту Которая Там Пульсирует Как-то И вы Ищете Паттерны Шаблоны Некие Того Как это Пульсирует И вот Обычно Люди Анализируют Ну а Если Вы Сможете Разложить Такие Шаблоны То Они Вам Подсказывают Что происходит На самом деле Потому что Так-то Сложно А когда Вы разложили Шаблон Вы понимаете Ага Вот это Гольфстрим Течет А вот Здесь Какая-то Другая Здесь Третья И вот Люди Которые Обычно Это делают У них Получается Что Чтобы Хорошо Это Все Воспроизвести Им Надо 20 Грубо говоря Не точек А 20 Этих Шаблонов Этих Паттернов Учесть Причем Некоторые Из них Совершенно Непонятно С чем Связаны Они Получаются Как бы Не имеют Если Гольфстрим Вы видите Что это Гольфстрим А то Они Получаются Какие-то Непонятные И вот В нашем Институте Придумали Новый Способ Разложения Вот Этой Динамики Климатической Более Хитрый Такой Способ Что ли Так что У них Получилось Что Достаточно Трех Четырех Вместо 20 Чтобы Получить С той же Точностью Как бы Воспроизвести Всю Динамику И они И имеют Четкий Физический Смысл Вот То есть Они Просто С большей Точностью Что ли Определили Там Видно Что Есть Тихоокеанская Это Индекс Там Водят Геофизики Я не очень В этом Вот Здесь Это Просто Как бы Такая Физика Что ли Где Вы Какие-то Новые Методы Пытаетесь Применить Математические Методы Чтобы Вытащить Понимание Из Сложной Системы Это Очень Интересно Воспринимается Еще Вопросы Ну Наверное Тогда мы Заканчиваем АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ